Ивановский отряд стал обладателем Кубка памяти бойцов спецназа и спецподразделений. Состязания между 22 командами из разных городов России проходили 1 мая в Лужниках. Участники проходили 5 этапов – штурмовую полосу, стрельбу из страйкбольного оружия, метание ножей, преодолевали веревочный переход и сдавали нормы ГТО. К таким серьезным соревнованиям юные спецназовцы, школьники 8-11 классов, готовились несколько месяцев. К военному ремеслу их обучают бойцы спецназа «Ураган» и другие опытные тренеры и педагоги. Наши ребята, кроме физической подготовки, владеют приемами самообороны. Наши ребята замечательно разбираются в основе психологии, потому что с ними есть психологическая подготовка. Наши ребята знают основы права, они знают и основу уголовного кодекса, основу административного законодательства. Наши ребята просто умеют дружить, у них великолепное чувство дружбы, у них великолепное чувство работы в команде. Наши ребята, вы знаете, настолько они любят друг друга. На спортплощадке 67-го лицея полоса препятствий поменьше столичной. Ребята бегают с ящиком патронов, в реальных условиях он весит 16 килограммов. Стреляют и собирают, разбирают автомат. Обязательное условие – выполнить все упражнения в бронежилете и каске, общий вес которых больше 8 килограммов. В отряде юный спецназовец несколько девушек, им поблажек не делают. Девочки нормальные, они не отстают от мальчика. У них слабинка нет, они те же самые нормативы. Правда, нормативы по физподготовке у них, конечно, немножечко послабже. Ну а также стрельба, вот видели, в бронежилете так же бегут, как и мальчики. Главное, считают педагоги и тренеры, то, что ребята учатся работать в команде. Они вместе на уроках, на тренировках, вместе отмечают дни рождения и праздники. Мне здесь нравится стрельба, хорошая компания, команда у нас вообще отличная. И занятия очень интересные, спортивная подготовка. Кирилл – командир отряда юный спецназовец. В этом году он заканчивает школу и поступает в военный вуз. Желание защищать родину у Кирилла в крови. Все мужчины его семьи служили или служат в разных воинских подразделениях. Здесь Кирилл – пример для подражания. Бегает быстрее всех, лучше всех собирает автомат и подтягивается. В этом году поставил личный рекорд, проходя штурмовую полосу. Все эти навыки мне нужны для того, чтобы поступить в военное, в которое я уже мечтаю поступить с детства. Самое сложное – это стрельба, подготовка. Она для всех сложная. А самое любимое – это, конечно, ОФП, общая физическая. Там у нас тренируют бойцы спецназа. Мы выкладываемся на полный, чтобы на соревнованиях побеждать. Для троих юных спецназовцев этот год в отряде последний. Дальше учеба и реальная служба. Отряд обновляется и пополняется новыми, желающими служить родине. Сейчас место бывалых курсантов займут учащиеся седьмых-восьмых классов. И для них снова начнутся стрельбы, забеги, соревнования. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.